здравствуйте эта программа коммунальным патруль меня зовут илья кочетков пока кирилл политов наслаждается заслуженным отпуском я в еженедельном режиме продолжаю рассказывать о самых заметных бытовых происшествиях смотрим новую серию к нам обратились жители одного из барнаульских домов расположенного на пересечении улиц смирнова и петросухова в июне этого года дорожные службы начали прокладывать тротуар вдоль дороги люди обрадовались наконец-то станет удобно ходить за покупками и на почту но оказалось ремонт не про их как говорится честь елена ярославцева жительница дома по смирнова 92 недоумевает такое впечатление что поставив бордюры дорожники вдруг передумали делать тротуар вместо него появилась стихийная парковка которую тут же облюбовали автолюбители каким образом сейчас видно здесь пройдет например мамочка с коляской у нее один выход и выйти на дорогу и пойти по проезжей части навстречу транспорту на другой стороне тротуара тоже нет обочина местами завалена мусором так что пока у жителей выход действительно один лавировать между машинами елена как председатель совета дома намерена выяснить у районных и городских властей куда подевался тротуар живешь себе живешь и вдруг раз оказывается у тебя долг причем немалый так случилось с жителями восьмиквартирного дома в биске причем люди узнали об этом когда их вызвали в суд средняя сумма которую истец требует с каждой квартиры 10 тысяч рублей жильцы до военной постройки рассказывают долг с них пытается взыскать третье лицо люди считают управляющая компания скорее всего перепродала долги но это еще полбеды бичан вынуждают оплатить работы которые по их словам никто не проводил будто бы у нас пятнадцатого по шестнадцатый год проводились ремонты делали сантехническое обслуживание аварийное обслуживание электри электричество и многого другого ну сам ремонт делали в подъезде и в подвальных помещениях помещений подвальных у нас принципе их нет ремонта не было а деньги требуют увы доказать в суде свою правоту жителям пока не удалось да и спросить несколько управляющая компания за последний год прошла через несколько реорганизаций сменилось несколько директоров теперь долги требует третье лицо юристы советуют за свой счет провести экспертизу которая покажет были произведены указанные работы или нет если нет с доказательствами снова идти в суд кстати эти же документы в дальнейшем могут пригодиться при признании дома аварийным его износ сегодня составляет 70 процентов на этом у нас все напоминаем телефон нашей редакции в барнауле прежнее 722 301 это на случай если вам удалось снять на мобильный телефон факт бездействия коммунальных служб или у вас есть история для новой серии нашей программы до новых встреч пока обслуживание систем вентиляции очистка дымоходов печей и каминов санитарная обработка мусоропроводов поддерживать гигиену в жилых домах с компанией эко сибирь просто и выгодно мусоропроводов